Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч третьего тура Лиги Наций Украина-Германия. Статистика команд. В последних десяти играх Украина шесть раз играла на обе забьют нет и семь раз на тотал больше. Украина три последних матча сыграла на тотал больше и не проигрывает в последних двенадцати домашних матчах. В последних десяти играх Германия поровну играла на обе забьют да нет и шесть раз на тотал больше. Германия не проигрывает в последних 7 матчах и последний трет играла на обе забьют да. Как видим, обе команды в последнее время играют результативно, чаще забивая и пропуская. Немцы в первом туре упустили победу на последних секундах в матче с испанцами, а во втором туре не смогли обыграть сборную Швейцарии. Бундестим снова первой забила, имела ряд хороших моментов, чтобы забить и второй гол, но в итоге пропустила в середине второго тайма. Сборная Швейцарии отыграла очень прилично и пару раз оставила оборону команды Лева в дураках. Украина очень уверенно провела стартовый матч против Швейцарии, заслуженно взяв 3 очка, ну а в Испании ничего не получилось у команды Шевченко. Испанцы забили очень быстрый гол, который непомерным грузом лег на плечи гостей и в дальнейшем хозяева полностью хозяйничали на поле и добыли несложную крупную победу. В последнее десятилетие соперники встречались дважды. В 2011 году в Товарняке была ничья 3-3, а на чемпионате Европы 2016 немцы выиграли 2-0. Украина сейчас сколотила неплохой коллектив, которому вполне по плечу решат самые высокие задачи. Но для этого нужно, чтобы команда сыграла на кураже. Сборная Германии, конечно же, выше класса, и потенциальная потеря очков в игре с Украиной серьезно осложнит жизнь немцам в борьбе за первое место в группе. Поэтому, если немцы хотят играть в финальной пульке Лиги Наций, им нужно только побеждать. Потенциальное поражение для сборной Украины, по большому счету, никакой погоды не сделает. В этом матче хозяева ничего потерять не могут, могут только приобрести. Для этого надо сыграть примерно так, как играла Швейцария в предыдущем туре. Насколько решаема эта задача, сложно сказать. Игра предстоит очень непростой. Сборная Германии чрезвычайно редко теряет очки в трех матчах подряд. Атакующий потенциал Бундестим очень приличный. Тима Вернер и Лейрой Сане способны вскрыть любую оборону. Конечно же, гости будут играть первым номером, хозяева будут пытаться как минимум не пропустить быстрый гол и надеяться на эффективную контр-игру. В норме гости должны брать три очка, а игра может получиться как результативной, так и низовой. За тотал больше говорят две последние игры на тотал меньше у Германии. В последних 30 своих матчах немцы никогда не играли три подряд на тотал меньше. У сборной Украины идет серия из трех матчей на тотал больше. Украина в своих последних 30 матчах никогда не играла так долго на тотал больше. Поэтому одна из серий прервется, а другая продолжится. Если плясать от обе забьют да нет, то здесь больше шансов на обе забьют нет. У немцев идет серия из трех матчей на обе забьют да. Никогда сборная Германии в последних 30 своих матчей не играла 4 матча подряд на обе забьют да. У Украины частенько проскакивали серии из нескольких матчей на обе забьют нет. Поэтому, если предположить, что будет обе забьют нет, то это сильно повышает шансы на тотал меньше. Из связки ставок тотал меньше обе забьют нет, победа второй команды самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 2.16. На обе забьют нет 2.01, на победу второй команды 1.66. Как видим, коэффициенты разнятся достаточно сильно. Если выбирать одну ставку из предложенных трех, то самая надежная смотрится вариант с победой гостей. Вряд ли немцы будут так беспечны и так неудачливы, что не смогут выиграть третий матч к ряду у соперника, который уступает им в классе. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду.